МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сахар, кофе и ром из Латинской Америки, возможно, станут привычными товарами на полках севастопольских магазинов. В среду чрезвычайно полномочный посол Республики Никарагуа в Российской Федерации с полномочным представителем президента России в Крымском федеральном округе Олегом Беловенцевым и губернатором города Сергеем Миняйло обсудили варианты экономического сотрудничества и открытия в Севастополе торгового дома. С подробностями Анна Малышко. Дипломатические отношения между Никарагуой и Советским Союзом были установлены еще в 1944 году. Теперь же между Россией и Республикой сохраняется общий вектор международной повестки. В Никарагуа с официальными визитами в прошлом году побывали президент России Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и иностранных дел Сергей Лавров. Сегодня официальную делегацию принимали в Севастополе. Никарагуа для нас всегда была дружественной страной. И сегодня посол Никарагуа посетил наш город. Планируем развивать отношения, побратимские отношения между Севастополем и одним из городов Никарагуа. Есть общие торгово-экономические вопросы, которые мы, по всей видимости, будем в ближайшее время обсуждать и развивать. Мы определились, что есть темы, которые мы могли бы развивать. Прежде всего культурные, что касается торгово-экономических, есть определенные продукты, которые произрастают и выращиваются только в Никарагуа. Вот в этом отношении мы предложили создать торговый дом в Севастополе. Ну и будем смотреть, как наши партнеры на это отреагируют. Кроме установления побратимских отношений и сотрудничества в культурной сфере, между Никарагуей и Севастополем чрезвычайный полномоченный посол предлагает наладить торговый оборот. У нас есть общие точки зрения на международную политику. Мы были первые, которые признали суверенитет Южной Осетии и Абхазии после Российской Федерации. И тоже поддержали в ООН Россию по вопросу Крыма и Севастополя. Мы можем поставлять здесь, в Севастопол, несколько никарагуанских продуктов, которые в ваших климатических условиях, конечно, не растет. Мы можем поставлять сахар, мясо говядины, морепродукты, кофе, ром, табак. Это туристический город, тоже туристы употребляют такие виды продуктов. От Севастополя мы можем получать сотрудничество на сферах рыболоза, техника и технология, и, конечно, в квадрах, в которых у вас есть специализирование. Детальнее сотрудничество между Севастополем и Никарагу сторону обсудят 18-20 июня в рамках международного экономического форума, который пройдет в Санкт-Петербурге. Все идеи, если они взаимовыгодны и реализуемы, они очень хорошие. Поэтому, как сказал Ленин Евгеньевич, сегодня первый шаг. А дальше уже в процессе конструктивного разговора, все, что необходимо сделать, мы сделаем. Все, что выведено для обоих сторон, это хорошо, и будем продвигать дальше. Но самое главное, сегодня установлено, что просто взаимоотношения. Оговорены предварительно позиции. Эти позиции интересны как Никарагу, так и Севастополю. В рамках визита сегодня стороны обменялись подарками и возложили цветы к мемориалу героической обороны Севастополя 1941-1942 годов. Анна Малышка, Дмитрий Долгов, информационный канал Севастополя. Алексей Чалай считает преждевременным вопрос об отставке городских властей. Об этом спикер законодательного собрания объявил 10 июня на брифинге. С заявлением о готовности покинуть свой пост, если до лета в городе не произойдет кардинальных изменений, председатель законодательного собрания сообщил в апреле. За это время было проведено несколько пленарных заседаний. Правительство отчитывалось по программам развития города. А 28 мая исполнительная власть представила народным избранникам отчет на 581 странице. Депутатский корпус проанализировал его лишь частично. Это не было эмоциональное заявление. Если вы помните, после этого была проделана определенная работа с законодательным собранием правительства. Пока мы не проведем анализ и не сориентируемся на местности, где мы находимся, и поймем, движемся мы или не движемся. Я должен, ну, наверное, имеется смысл сказать о некоторых позитивных моментах, которые точно произошли за этот пробежуток времени. К числу достижений исполнительной власти за минувшие два месяца Алексей Чалый отнес следующие моменты. До конца июня будет представлено техническое задание по разработке генплана города и объявлен конкурс по определению границ исторического поселения Центр Севастополя. Кроме того, председатель законодательного собрания отметил, правительством разработана программа по развитию военно-патриотического туризма, которая уже одобрена Министерством Крыма. А по итогам совещания в Минпромторге организована рабочая группа по созданию приборостроительного кластера. Алексей Чалый считает, качественно разработаны экономические программы, определяющие для развития города. Корень всего это есть две вещи. Первое все-таки это развитие экономики. Потому что развитие экономики, которое мы сегодня имеем, оно как бы деструктивно. Город не поднимется, если у нас экономика не будет развиваться. Поэтому это наиболее существенные вещи. Но, к сожалению, оно такой долгоиграющий процесс. То есть, прежде чем экономика начнет развиваться, все-таки должны быть созданы эффективные государственные структуры. Эффективная государственная структура должна делать две вещи. Первое – предоставлять какие-то ресурсы общего пользования. То есть, грубо говоря, должна быть там земля, коммуникации, инфраструктура для того, чтобы кто-то мог зайти, например, с производством. И второе – должна быть соответствующая организационная структура, которая позволяет это эффективно сделать. По словам Алексея Чалова, на следующем пленарном заседании депутаты представят результаты анализа экономических программ правительства. Сегодня на площади Нахимова юным севастопольцам вручили паспорта. Мероприятие, прошедшее у Вечного огня, было приурочено к грядущему Дню России. Церемонию посетили представители администрации города и Ленинского района. После поздравительной речи порядка 30 севастопольских школьников получили главный документ гражданина и памятные сувениры. В завершение церемонии участники акции возложили цветы к Вечному огню. Глубоко символично, что сегодня мы 25 молодым севастопольцам, жителям Ленинского района города вручали паспорта. Вручали паспорта в жизнь, вручали паспорта, которые поведут их к новым свершениям. Всех жителей Ленинского района, города Севастополя, наших гостей с наступающими праздниками Дня города и Дня нашей любимой Родины Российской Федерации. Он на самом деле такой для меня вспоминающий и знаменательный, что дали накануне Дня России. Это был настолько волнительный момент, когда тебе выдают паспорт и становишься гражданином России. Это незабываемо. Севастопольцы расскажут о своих мечтах. 12 июня в честь Дня России в нашем городе стартует проект «Русское дерево». На площади Нахимова появится декоративная яблоня, которую организаторы предлагают украсить письмами и рисунками с описанием самых сокровенных желаний. Принять участие в акции может любой желающий. Начало в 11 часов. Кроме того, о своей мечте можно будет написать на специальном сайте проекта «Русское дерево». Организаторы также призывают севастопольцев возрождать традиции. Сажать яблоня в своих садах, городских парках, в лесу и горах, как это раньше делали жители Крыма. Это была последняя информация выпуска. Мы следим за событиями. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова